библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет сегодня мы с вами начинаем изучать книгу которая называется вторая книга маковеев или вторая маковейская книга и перед тем как мы займемся вопросами толкования то есть вопросами экзегетики нам надо разобраться с исогогикой этой книги исогогика это наука которая сообщает вводные сведения о той или иной библейской книге или о всем священном писании какие общие вопросы вводные вопросы это вопросы авторства датировки языка книги адресата книги место написания вот это есть вопросы исогогики итак давайте разберем исогогические вопросы второй книги маковеев и начнем с названия вторая книга это не означает что она является продолжением первой или так серединой между первой и третьей книгой скорее это название связано с просто с расположением в рукописях то есть она идет после первой книги маковеев и не является ее продолжением а скорее является таким параллельным рассказом событий которые описаны в первой маковейской книге не надо этому удивляться в священном писании подобное бывает мы можем вспомнить например книги царств и книги паралипоменон или даже евангелие которых 4 но они рассказывают об одном и том же событии и так вторая маковейская это параллельный рассказ первой маковейской название маковейская три книги маковейские а точнее их 4 в в септуагенте в древнегреческом переводе это название происходит от прозвища которое дали человеку по имени иуда макави это переводится как молот и это прозвище люди дали за то что он был как молот который разбивал угнетателей еврейского народа потом это прозвище перешло на братьев иуды и затем потомков потомков этих этих братьев и возникла целая династия которая так и называлась маковейская династия или их еще называли хасманейская но это уже фамилия фамилия всей семьи книги маковейские первая и вторая рассказывают о событиях которые происходили где-то в середине второго века до рождества христова это время когда сирийский завоеватель а точнее это были греки но которые жили в сирии стремились подчинить израиль ввести язычество и иудеи упорно сопротивлялись этому влиянию теперь следующий вопрос место этой книги в священном писании в православной традиции книги делятся на две группы книги ветхого завета делятся на две группы это книги канонические и книги которые мы называем не канонические точнее бы если переводить греческий термин правильно так перевести книги которые не входят в канон откуда эти книги взялись вот эти не канонические книги и каков их статус в православной библеистике. До Рождества Христова существовало много книг, которые были написаны, которые читались иудеями, ну и воспринимались как авторитетными. Разное количество книг было, но еще до Рождества Христова сложилось такое представление, что есть определенное количество книг, которые вдохновлены Духом Святым. Известный еврейский историк, который жил в конце первого века, его звали Иосиф Лави, говорил, что таких книг 22. Откуда эти 22 книги? В еврейском алфавите 22 буквы, и вот эти 22 буквы стали таким числом, которое обозначает некую полноту. И вот 22 книги. На самом деле этих книг не 22, их 39, но для того, чтобы получить вот это число 22, иудейские толкователи соединяли книги, чтобы получать вот 22. Но кроме этих книг еще были другие книги, которые читались и пользовались авторитетом. Затем, когда римляне разрушили Иерусалимский храм, это произошло в 70-м году, евреи начали рассеиваться по всей населенной земле. И более того, они стали забывать свой родной язык, какие-то обычаи. Да, они не смешивались с другими народами, но вот этой связи, единство, которое было, оно исчезло, потому что исчезло то место, которое связывало евреев. Это место был Иерусалимский храм, ну и сам Иерусалим. И вот, чтобы сохранить общее иудейское единство, еврейские ученые, еврейские мудрецы собрались в городе, который называется Ямния, и обсуждали вопрос, какие же книги входят в Священное Писание, ну и соответственно вдохновлены Богом. На самом деле уже этот список был, это вот этот самый список из 22-39 книг, и скорее обсуждали вопрос, а какие книги можно оттуда убрать. Ну, в общем, закончилось это обсуждение тем, что пришли к выводу, что есть 22 книги, в скобках 39 книг, которые являются Словом Божьим. Вот, это было уже после Рождества Христова. А что же было в христианской церкви, которая, конечно же, не подчинялась решением Ямнийского собора или Синода, как иногда называют в переводных книгах. Христиане читали вот эти 22 книги и читали еще некоторые книги. Но для того, чтобы было общее поле для дискуссий между христианами и иудеями, ну вот, как раз и обсуждали вопрос Иисус, есть ли Христос, вот как раз с помощью этих 39 книг, которые считались и до Рождества Христова каноническими, и после Рождества Христова. Остальные книги оставались, они пользовались авторитетом христианской церкви, но их не использовали в беседах, в обсуждениях с иудеями. И вот эти книги, которые не были вот в этом каноне, получили название «не входящий в канон» или «не канонический». Среди христиан было разное и есть разное отношение к этим книгам. Есть христиане, которые эти книги полностью отвергают и никак не используют ни для чтения, ни для подтверждения каких-то богословских позиций. Такого подхода придерживаются протестанты, и они считают, что вот нужно использовать только те самые 39 канонических книг. Если взять католическую церковь, то католики считают эти книги богодухновенными и входящими в канон. Они их называют второканонические или дефтероканонические и считают их равными каноническими. Православная позиция немножко другая. Мы считаем, что эти книги не богодухновенны, потому что они не входят в канон, но в то же время они обладают большой ценностью и поэтому могут быть в Библии. К ним можно обращаться, их нужно читать, потому что это Библия. Можно из этих книг извлекать какую-то полезную информацию, но в то же время нельзя считать их абсолютными авторитетами в вопросах веры и жизни. Вот такое отношение к неканоническим книгам. Ну давайте вернемся ко второй Маковейской книге и ответим на вопрос, кто ее автор. Автор неизвестен. По одной из версий ее написал иудей, который жил в Александрии и хорошо знал греческий язык. Книга дошла до нас на греческом языке и видно, что человек мастерски владел этим языком. По другой версии эту книгу написал человек, который жил не в Александрии, в Египте, а в Палестине или даже можно сказать, что он жил в Иерусалиме. Почему? Ну, потому что автор книги часто говорит о храме. Значит, он связан с храмом. Храм был только один и он находился в Иерусалиме. Для египетских евреев, ну, как бы храм особой роли не играл. Возможно, автором этой книги был человек, который был как-то связан с фарисеями или, скажем так, входил в то богословское движение, которое потом превратилось в фарисеев. Почему? В этой книге дважды говорится о воскресении мертвых. А учение воскресения мертвых, конечно, встречается в Священном Писании, но вот развили это учение и были большими сторонниками это учение, как раз фарисеи. Хорошо. Это про авторство. Теперь время написания этой книги. Вот, конечно, книга не начинается с утверждения, что она была там написана 150-й год до Рождества Христова. Конечно, нет. Такой даты нет. Нет цепочки там или перечисления царей разных стран, и даты которых нам известны, правления нам известны, и мы можем там высчитать. Как мы можем определить? Ну, по каким-то косвенным данным? И в этой книге приведено два письма. Второе письмо датировано. Сказано, что оно написано в 188 году Селевкидской эпохи. Какой это год? Это 124-й год до Рождества Христова. И понятно, что книга не может быть написана раньше этого срока. Значит, а какая же дата, ну, как бы, другая, последняя, чтобы определить эти границы? Из текста книги становится ясно, что иудеи свободны, храм действует, и храм управляется самими евреями. Это было где-то до середины первого века. В середине первого века иудею захватили римляне, и она стала провинцией Римской империи. Поэтому даты, которые мы можем определить, это между 124-м годом, ну, и где-то годом 70-м до Рождества Христова. Вот и почти все неканонические книги. По мнению самых древних исследователей, я назову Блаженного Иранима Стридонского, эта книга так и была написана сразу на греческом языке. Скорее всего, человек, который писал эту книгу, ну, естественно, был иудей, но хорошо знал греческий язык, а еврейский постольку-поскольку. Хорошо. Вот основные исогогические вопросы. На следующий раз мы с вами перейдем к чтению самого текста. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами были на библейском портале Экзегет. До свидания. Продолжение следует...